Буду очень благодарен за ответ. Человек не может быть счастлив в работе. Работа — это то, что нужно для жизни. Счастье приходит от внутренней жизни. Когда нарисуем такую картинку, допустим, человек имеет свою среду, свою семью духовную, в которой он приходит каждый день, общается, получает наставления, занимается духовной практикой. То есть течет жизнь в этих отношениях. Это счастье. А работа — это аскеза. Не бывает так, чтобы аскеза давала полное удовлетворение. Конечно, работа должна в какой-то степени нравиться, но иногда может и не нравиться. Не всегда бывает, что работа нравится, как положено по судьбе. У женщины вообще не может быть такого, чтобы работа полностью приносила счастье. Потому что работа — там не семейная атмосфера. Женщина испытывает счастье, когда она в семейной атмосфере, но находится в близких отношениях с людьми. Но, допустим, в духовной среде можно строить близкие отношения. На работе — деловые отношения. Там близкие отношения построишь, потому что там люди собираются не для отношений, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому вы разделите вот эти две вещи в своём сознании. Если хотите, лично можете встать, написал, допустим, я с вами буду рассказывать, чтобы я вас не буду. Да, вот тут садится всё. Просто поймите, разделите в своём сознании эти две вещи — работа и счастье. Вы сейчас находитесь в депрессии. То есть результат этой депрессии — это нереализованность, понимаете, как личность. Нереализованность. Видите, семейных отношений нет. Как бы, ребёнок есть, уже нет. Нет отношений, мало общения с людьми, мало женской реализованности, понимаете. Из-за этого энергетика застаивается в психике. Нет движения психической энергии. Есть депрессия. А депрессия уводит человека в сферу несостоятельности, понимаете. Потому что депрессирующие люди никому на работу не нужны. Они не приносят счастья, понимаете. Но вещь на счастье на работе не может создавать, как мужчина. Она пользуется энергией счастья. А если она совсем депрессивна, кому она нужна? Получается, вам кипят и круто. Поэтому вам и с работы надо начинать. Вам надо начинать с своей внутренней жизни. Найдите свою семью духовную. Найдите место, где бы вы испытывали счастье. Найдите то место в жизни, где бы вы реализовали себя в духовном плане. И это даст вам силы и развитие. Понимаете? Вот надо мыслить в этом направлении. Вы не в том направлении мыслите. Вы думаете, что есть такая работа, где бы вы были счастливы в отношениях. Женщина счастлива только в отношениях. Поймите разницу. Мужчина счастлив в деятельности. Когда что-то движется, он что-то делает, это вообще его счастье. Он должен что-то доказывать кому-то, чего-то достигать, что-то менять в жизни. Понимаете? Мужчина там счастлив. А женщина счастлива в отношениях. Ей нужны отношения, искренность, глубина, чистота. И она счастлива тогда. У вас есть отношения с тем, где бы вы были счастливы? Ну, что-то так, как-то скучненько, не видно поламы, не видно движения энергии, не видно. Давайте вот в этом направлении двигайтесь, хорошо? Развивать себя как Личность, которая имеет духовное отношение, большую какую-то среду общества людей, с которыми вы равенномерно в отношениях. Люди в невежестве, одиноки по определению. Кроме того, они еще в обществе занимают такую нишу, нетрадиционную, будем так говорить. Это обычно криминальная ниша или наркоманская ниша, или просто люди живут, страдают в отношениях, там, бьют друг друга, бьют. Страстная ниша, там люди тоже одиноки, потому что у них только деловые отношения. Они вот на работу в дом, работа в дом, в кино. Иногда дружат друг с другом, дружба у них такая, как дружба в техниках. Ну, то есть поехали, отдохнули, подружили. Ну, это же раз в месяц там, нет, нет. А люди благости, они дружат постоянно. У них общая духовная жизнь, отношения, угольки. Ценность другая жизни уже не работает. Просто встаньте, кто написал, и скажите, что вы хотите отменять. Просто в двух словах. Я вам отвечу. Вот, задавайте мне эти вопросы. Ну, там первый вопрос. В общем, у меня строго сказала, когда пришло, у меня синий уголь. И очень мечтаю улыбить силами. Ну и хорошо. Нет, это плохо. Почему? Сильные узлы. У меня тоже сильные узлы, и что дальше? Каждый день в летом у меня все посылка, это плохое. А? Каждый день в летом что-то происходит. Ну, наверное, знаете, что-то плохое происходит. У меня плохое, а вообще, может быть, что-то не хорошее, сказать, может. Вот я хочу спросить, как можно переориентировать себя? То есть, не мураве люди вокруг, а не встречаются, что-то у нас хорошая. Знаете, у меня тоже бывают происходящее, какие-то неожиданности, да, вещи бывают в каких-то жизни. Но переориентировать себя невозможно. Потому что так вот действует судьба, она есть. Просто можно поменять восприятие. С помощью молитвы духовной жизни можно по-другому спокойнее ко всему относиться. А если сильный узлы, как вы говорите, то это означает также сильная способность бороться с плохой судьбой. Потому что если они слабые, то уже, если сильные, то может событие быть сильным. Но у вас также есть силы менять это все, сражаться с этим, бороться. Вы сильная личность, если у вас сильная. То есть надо учиться, вот, мол, при победе, он чувствует. Сильно жить надо очень. А поменять ничего не поменяется. Что-то непонятно, что вы имеете в виду, конкретно. Это означает мнительность. То есть если вы просто ждете чего-то тяжелого в жизни, это означает, при чем-то услужит ни при чем. Это просто мнительность. Означает страх перед трудностями. Этот страх – признак лени души. Если вы трудиться над сердцем не хотите, то тогда вы будете бояться трудностей. Но обучиться трудиться сердцем. То есть нужно молиться, нужно побеждать судьбу. Когда страх и не будет. Ну вот, допустим, я, допустим, боюсь холода. Вот как не преодолеть страх холода? Нужно закаливаться? Отдайте микрофон назад. Я с ними закончу. Я боюсь холода. Я боюсь, что что-то передает, но опять непоправимое, что происходит. А непоправимое означает, что вы не вкладываете достаточно. В вашем усилии, чтобы поправить. Нет ничего непоправимого в этой жизни. Вообще ничего. Даже смерть. Вот человек уходит из жизни. Если он уходит правильно, то тоже непоправимое. Он счастлив, и все нормально у него. В этом мире нет ничего непоправимого. Просто есть разные объемы работы души. Есть большое объемы, есть маленькое. И если у вас большой объем, вы просто трудитесь много и убеждаете, и все. Нида непоправимого, ничего нет вообще. Есть просто разный объем работы души. А вот то, что я заметил у вас, вы не хотите душой трудиться, вам не нравится. Вам хочется жить просто обалдеть и все счастливым. А трудиться душой не нравится. И если это там, то тогда шансов нету счастливым вообще. Потому что счастье человек может в этом мире достичь только с помощью сильной, радостного труда сердца. Вот есть трудность, вот и вы ее не преодолели. Я вижу у вас трудность, вы не стали мне рассказывать ее, но вы ее не преодолели. Она как есть, так и есть. Почему? Потому что вы просто на нее обращаете внимание со знаком минус. Вот допустим, пример. Допустим, я что-то потерял, да? Ну, потерял просто и все. А я бы там думал, что я потерял что-то. И уже это неверно, что все. И все дальше. Так можно всю жизнь прожить. Можно помолиться просто и как бы судьбу просить за это и все. И дальше идти по жизни. Но вы не хотите прощать судьбу. Вы уперлись в свое. У вас вот реально, прямо такая психика. Вы уперлись, что вам надо вот это что-то. Счастье ваше. Не хотите трубиться сердцем вообще. Боитесь плохих событий. Означает нежелание трубиться. Но если вы вот хотя бы первый шаг сделаете в сторону труда в сердце, сразу же станет легче жить. Это вопрос просто вашего, ну, это вопрос вашей нацеленности в жизни. Вопрос настроек. Понимаете? Вот пример какой, допустим, студент. У него экзамены. Куча экзаменов учить. И каждый днем приближается экзамен, все ближе. И он начинает уже как-то, ну, по ночам спать не может, он куча экзаменов. Боится страшно ему. Просто он сядет учить. Вот только сядет учить. И сразу все поменяется в жизни. Он уже распланирует, насколько он и как может стать. Уже распланирует все постепенно. У него этот объем работ начнет в мозгах перевариваться. И он сразу ему легче жить станет уже сразу, как только он начнет учиться. Вам только надо первый шаг сделать в сторону другого отношения к жизни. Вы боитесь жить, жить. Боитесь жить просто. Добрый день, дорогие друзья. Рот вас всех видит. Сегодня я два часа повторяю молитву. Чувствую себя в счастье? Нормально, нет? Нравится? А что такая несчастная? Вы сочетаете с голосом, со святым человеком? Вы сочетаете с голосом, да? Да. Воспрямьте духом. Воспрямьте. Пожалуйста. Пожалуйста означает. Я не могу, Господи, я слабая, но ты можешь не помочь. Я буду тебе служить, буду молиться, а ты сделай так, чтобы у меня была победа в жизни. Поможьте это самому, как бы, и побеждать. По-женски вот, почувствуйте себя беспомощно и попросите. Не сидите ждать, когда будет плохо, или бояться этого, а молиться, просить по-женски, побеждать себя, просить помощи от Бога. Слушать голос, молиться и вот в состоянии беспомощности просить помощи. Когда в сердце сила появляется, скажите, не поддавайтесь вот этому скорбию в вашем сердце, не поддавайтесь. И не делайте из этого философию, да, никакую, не островок сказал, не понеслась, не помню. На два листа. Чего это? Но у меня тоже есть плохие события, что... Вот буквально час назад плохое событие произошло. И что теперь? Ну, нормально, плохие события в жизни у каждого. У кого нет плохих событий в жизни? Поднимите руку. Ты сказала, поверь, но прожить без потерь невозможно. Как понять свое предназначение? Без причины не имеет руки и ноги. Какая может быть в этом причина? Как понять свое предназначение? Не то спрашивают, мужчина или женщина. Ваше предназначение – близкие отношения с людьми. У вас есть семья, муж есть? Есть. Дети есть? Нет. Вот ваше предназначение – детей. Сейчас начинают с мужа. Заботиться о нем, залюбить его, служить ему. Вы отшивлены в личной жизни. У вас нет энергии, не течет в сторону личной жизни. А когда энергия у женщины не течет в личной жизни, она хочет с помощью работы восполнить то, что надо восполнять в личных отношениях. В результате психика поворачивается в социальную сторону и она там пытается теплое отношение со всеми строить. Пытается найти любимое дело и все прочее. Но работа для женщины – это развлечение. Это не жизнь. А вот когда женщина реализовалась в личном, и она выкладывается там, и у нее много там побед, реализации, опыта, то тогда, чтобы отдохнуть от этого всего, она может пойти спокойно чуть-чуть работать. Просто как отдыхать от дома. Коби такой. Но это не предназначение для женщины работы. Вот это отдых просто, отдых от личных отношений, от семьи. Но если женщина вкладывается в работу как основное и хочет там, тогда четыре стадии. Первая – не нравится. Вторая стадия – устаю. Третья стадия – замучилась. Четвертая – ухожу. И так и сделают. Если вы там ищите свое предназначение в деятельности, тогда вот четыре стадии. А если вы просто ходите туда просто отдохнуть, пообщаться с людьми, там что-то поделать, чаек купить, что-нибудь пожелать, тогда другой вопрос. Что вы хотите от работы решить и для себя? Вы хотите там жизнь свою организовать? Это невозможно. Организуйте ее в семье. А все остальное для женщины реализуется легко, если она реализована в личной жизни. И легко понять, где она будет отдыхать. Вот так, в личной жизни. От напряжения, трудности в личной жизни. Где ей легко легче отдохнуть, в какой обстановке. Для женщины работа, не работу находит, а обстановку находит. Тебе обстановка понравилась, и она там работает. Нужна обстановка, отдых. Вы услышали о ней? Кем вы занимаетесь? Что вам нравится? Ну, сейчас занимаюсь как раздором, и иногда встречаюсь с детьми, и общаюсь с ними, гуляю с ними. Ну, как вы видите, детский сад. Детский сад на домом? Да. Отлично. Супер. Делайте это. Just do it. Все нормально. Но вы не найдете там полной реализации себя? Тут надо в личных отношениях с мужем реализовываться. Вас дети могут быть, нет? Надеюсь, да. Все, вот этим заниматься не получается. Лучше, лечитесь. Я живу с дочкой пять лет, и с мамой в разводе. У меня два вопроса. Почему дочка часто устраивает истерики? Не очень любим друг друга, но она только со мной себя так ведет. Потому что, понимаете, если... Дочка отвечает. Я не нужен здесь. Я не смогу на все записки, на все ваши вопросы ответить. Это нереально. Здесь даже деньги под суда. А, нет. Взятка должна стоить. Не смогу вот тут целая... Я не смогу. Нереально просто. Даже немного как бы не пытаясь пробиться. Нереально. Два-три вопроса, и все. Сами пытайтесь струбить свою судьбу с помощью лекций, работа над собой. Общайтесь с теми, кто доступен. Вчера меня чуть не порвали просто. До машины уже. Дмитрий Геннадьевич еще... Я всегда в этом случае вспоминаю, как этот... Анекдот про кота Васику, когда он в спид попал, и как бы его хозяин выжимал, и в спид капал он, выжимал, и говорит, ну, Васика потом сдох почему-то. Он говорит, выжимал чуть больше, чем получится. Дочь устраивает истерики, потому что, смотрите, вы... Вот смотрите, когда у человека есть муж, ребенок, отношения, понимаете, вокруг, то тогда он счастье получает от всех этих объектов, но больше всего нам стремится все-таки счастье от друга получать. Когда есть только ребенок, и человек зациклен на нем, тогда мама сосет с его счастья. Вот ребенок же дает энергию счастья, да? А вот сколько маме надо, она сосет от него, а ребенок, он не выдерживает этой нагрузки, начинает капризничать. Вот представьте, я сейчас вас кого-нибудь вот так в объятие возьму. Дмитрий, спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо большое. Супер. А если два часа так стоять? Вы же, Олег Геннадьевич, ну кого можно? Давай, я купляйте меня. Вот, понимаете? А если двое суток? Скажите, оставьте меня в покое. А дочка, сколько вы с вами вот так вместе, в очень близких, она устала от этих отношений. Она, у нас же ребенок, у нее нет разума, у нее нет выхода, у нее кроме мамы, ничего, никого нет. А мама на ней замкнута, потому что больше никого нет вопросов. Вот она истерики закапывает. Мы очень любим друг друга, вот в этом причина, это не любовь на самом деле. Вы просто тянете силы друг к другу. Дайте ей свободы больше в жизни. Больше, ну, служите людям, разомкните свою семью. Часто люди замыкают, в семье мучают друг друга, там внутри, в этом труде. Они замыкаются друг на друга и мучают. Семья должна быть широкая, то есть надо служить людям в обществе. Когда вот семья создается, сразу лидическая культура учит. Раз семью создали, сразу начните жертвовать кому-то, начните приглашать людей в гости, начните жить для других. Потому что семейный эгоизм, он замыкает больше, 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 засасывает отношения. Когда люди приближаются друг к другу сильнее, они начинают больше страдать. Это замкнутый круг. Чем ближе приближаются люди, приближаются означает, ближе и больше счастья друг от друга к нам. Больше зависимость друг от друга. Тем больше они пренепрягают друг другу, меньше уважают друг друга, и больше мучают друг друга, и ругаются. Потому что, вот, допустим, меня кто-то должен кормить каждый день, да? Каждый день кормит, кормит меня. И раз один день не накормим, ну что дальше? Я буду кулаками стучать, кричать на него. Где еда? Ну, допустим, он вообще как бы не обязан судить. Представляете, был такой случай, вот, прыгни. Ну, как бы, ребята, вот, пища жизни, кормили, кормили бабушек, дедушек много лет. И в какой-то момент у них пожертвования не стало, и они в один день вообще просто как бы раздали чуть-чуть, а дальше не хватило. И эти люди просто, они начали там все громить, кричать, рать, мы хотим кушать, дайте нам кушать, понимаете, хотя люди просто чисто благотворительностью занимались. Понимаете? То есть люди привыкли, каждый день там есть, они планировали уже, что их там должны кормить. Ну, точно так же, к примеру, очень наглядно показывает, как мы мучаем друг друга в личной жизни. У нас вроде бы добровольный союз, да? Мечте начали жить, и постепенно настолько привыкли, что близкий человек должен счастье давать, что если у него энергия кончилась счастье, значит, мы ему начинаем по пашке давать. И это вот так всегда и бывает. Допустим, муж пришел с работы, а жена его ждала. Я даже дверь открыла, и так тебя ждала. Вот. Он должен давать счастье. Он не может, потому что он устал на работе. И жена начинает истерики катать, потому что она не дополучила счастье от него. Она ждала, но не дополучила. А он и так устал, а ему еще нервы мотают. И он начинает тоже орать. И так люди, замыкаясь друг на друге, не имея молитвы, контракта с Богом достаточного, не имея правильной жизни, они просто убивают свою жизнь. Потому что они ищут счастье, чтобы счастье не из того источника, которого надо ждать. Вот и все. В этом причина. Как помочь моей маме и себе пережить смерть папы? Он покинул тело полгода назад. Мы страдаем. И вижу, что мама не очень хочет жить. Опять, видите, замкнутаясь на парке была. Папа нет, все. Краник закрыт. А надо замыкаться на Боге, а папе отдавать энергию. Папа ушел из жизни, дальше ему отдавать, помогать там, двигаться вперед. А приставке она страдает, это означает, что она не только на себя не может накопить, но и ему нигде не хватает. Представьте, что больше страданий получается. Я молюсь. Ну вот. И знаю, что папа где-то находится. Вот скажите, где он сейчас находится? Ну где он? Вставайте. Где девушка? Вы хорошо молитесь за папу. А с ребенком точно вы сильно привязаны к нему. Вы мучаете друг друга просто. Ну-ка дайте мне прохождение. Ну скажите, что вы мне хотите сказать. Не стесняйтесь. Разве это не так пустая гоника? Вот с папой у вас сердце облегчается. Вот вы с папой, не надо плакать, что плакать. Вот с папой у вас сердце облегчается, вам легче становится сейчас. Но по поводу папы у вас все хорошо в сердце. Где он так сейчас? Он был вниз шел до страданий, а сейчас вы его молитвой разворачиваете, и он уже вверх пойдет скоро. И вы будете счастливы за него, за папу. Вот. За маму тоже надо молиться так же, и тоже ее разворачивать от страданий, от счастья. Хорошо? Да, спасибо. У вас все нормально идет. Вы лекции где-то около года слушаете, да? Нет, я уже давно, 4 года. Но я в середине лекции. Ну, наверное, около года нормально вы слушаете по-настоящему, а год эти на сегодняшний день? Я просто около меньше года в храм хожу, в Батайске который. У меня это очень помогает. Мантра хоребрижная читаю. И в православный храм хожу. И, кстати, вот вы знаете, у меня еще один вопрос. Вот я в православном человеке, но мне нравится мантра. Вот это мантра, и мне нравятся люди, которые в этом храме. И вопрос, что ну я еще делаю дляинкарнацию, а в православии этого нет. Ну как вот мы с этим разобраться? Там тоже есть, там же это, есть знание о том, что душа вечна. Просто понимаете, я сейчас вам объясню. Вот каждая вера, она настраивает человека, на свой лад с целью, ну, с целью быстрой победы над судьбой. Допустим, православные говорят, что душа вечно попадает в ад, если она не предается Богу. А если предается, вечно попадает в Бог. Понимаете, ведоописывают, что жизнь на низших планетах протекает гораздо медленнее. То есть, допустим, здесь проходит минута, а там проходит год. Понимаете? И с этой точки зрения, там как вечность человек уходит. Те, кто видит вверх тонкий план, они видят, что он как вечность уходит туда, долго он находится на низших планетах с нашей точки зрения. Вот. И это говорится для того, чтобы люди все силы прилагали, для того, чтобы жить честно, правильно, чтобы не попасть на низшие планеты. Потому что, если есть возможность оттуда выкраскаться, то отчего париться. Можно поплать там или назад вернуть. Вот. Ну, то есть, это предназначено для вот этого понимания, что нет, надо приложить полной силы для того, чтобы обвинуть все в будущее. Философия всегда помогает людям как-то, ну, реально. Но вы же понимаете, что нет ничего вечного в этом мире. Не бывает так, что поодновечный. Ну, как? У меня такое ощущение, что он раньше времени из жизни ушел. Вот честно, у меня такое ощущение. Как? У меня всего 57 лет было. Что? У меня такое ощущение, что он раньше времени из жизни ушел. Вчера еще он съедал, мы его понимали, а сегодня, допустим, утром ему уже не стало. Так, всегда такое ощущение бывает, потому что никогда мы не ожидаем, что люди уйдут из жизни. То есть, он не болел ничего, просто? Болел, просто мы не знаем. Мы не знаем, вернее, но... у него сосуды были плохие, страдал, и у него произошел инсульт, насколько я вижу. А, ну, там трон как-то делался. Ну, тут больно долго, просто это не диагностировалось, и все. Поэтому он ушел. А ушел он по времени, как положено. А вообще, где он, как бы, видит ли он нас, и как ему помочь? Нас он чувствует, вы ему помогаете, ему лучше становится лучше. Но так как вы хотите наслаждаться, и поэтому вы страдаете. Вместо того, чтобы ему давать силы, вы хотите им наслаждаться сейчас. Вы находите в разлуке. Разлука означает, что мы не служим. Когда мы искренне служим людям, то нет разлуки. Если вы служите кому-то, тогда вы связаны с этим человеком своей любовью, своей силой любви. И тогда нет разлуки. Вы чувствуете его и счастливы. Но если вы хотите наслаждаться его присутствием, тогда это уже называется разлука, потому что присутствия это уже не будет. То есть люди вообще всегда в жизни должны только служить друг другу и не наслаждаться присутствием. Тогда не будет вообще никакой разлуки. Всегда будет счастье от человека, и все. И даже он из жизни идет, все равно ты можешь ему дальше служить. Это вечное отношение. Но если вы хотите наслаждаться человеком, тогда даже если он есть, Все равно разлука, понимаете? Вот вы хотите ребенком наслаждаться, она серик катает. Потому что она вам не может дать больше, чем она может дать. А вы хотите больше. Это все. Неправильное настроение в жизни рождает страдания. Начните служить всем, и вы не будете страдать. Спасибо. Нам спасибо, что так долго с лекцией слушаете, что меняетесь. Я вижу вас 4 года назад, вы были в депрессии, повержены судьбой, были несчастны. Сейчас вы тоже как-то крепенько заказываете. Отлично. Ну, женщина любит, конечно, так.